Не хочешь пропасть – попади на большую полку. Ритейл как выход, особенно для небольших локальных компаний. Тренды 2022-го. Федеральные торговые сети стремятся расширить сектор региональных производств. Доверие к региональному продукту у покупателей в несколько раз выше. И если речь идет именно даже о свежих продуктах, о молочных продуктах, то здесь доля доверия и потребление доходит более чем 65%. Больше всего свое ждут молоко, сырое и сливочное масло, сообщают в крупной торговой сети. Свое, как противовес чему-то из столицы, отлично заходит не только в Алтайском крае. На сегодняшний день мы поставляем наши продукты не только в Алтайском крае, но в Новосибирской области, в Красноярский край мы поставляем в Омскую область. По оценке Управления по пищевой промышленности, от 40 до 80% продуктов наш край вывозит. Проблемы у нас с фруктами и овощами, и это еще один шанс занять ниши. Если брать непродуктовый сектор, в продаже скоро должны появиться алтайские подгузники. Сырье импортное, производство барнаульское. Лучше впитывают, действительно. Б, они имеют нейтральный запах, при том, что это отмечают все родители. И в-третьих, у нас очень классные крепкие липучки. Мы сейчас приняли решение делать ребрединг и выходить на большие объемы маркетплейсы, ритейлы, онлайн, офлайн площадки. Made in Russia, более того, Алтайский край, должен сдержать цены. Но импортные комплектующие, сырье, подорожавшие удобрения, на стоимости скажутся, не отрицают компании. В случае сельского хозяйства цена продуктовой корзины обновится после нового урожая. Туда тоже заложат импортные комплектующие, удобрения, упаковку. Но устроить прогнозы никто не берется. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.